Добрый девчон, добрый девчон! Зорка мыши в калядном гурте задает тонусею процессии. Со святочным запалом маленькие калядовщики у пригожих строях запрошают долучиться до коррогоды, бо каляды это завсюду весело. Каляды это веселое святое, которое святкует зимой после роста Христова. И оно означает поворот на весну. А кто приходит на свято каляды? На свято приходят калядовщики, зорка ножа, меха ножа, коза, медведь. А вы кто будете? Артисты. Артисты? Да, артисты. Коза наночает на каляды богатый урожай, ее води во всех хатах. Какие белорусские гульни вы ведаете? Мы гуляем у такие белорусские гульни, как коты и мыши, горлочек, грушка и другие. Специально до свято, куда школьные установки, зробили соправную белорусскую хатку, как малые на властные очи побачили убранство вязкового дома. Допомогали нам так само и батьки. Они помогали нам, приносили из дома стравы судовные наши, приносили ручники нам, скатерки приносили. Мы до этого свято рахтовали так само белорусскую хатку. Хатка наша наполнена усими розными стравами, вельми смачными. Наполнена белорусскими? Белорусскими так само, да. У нас коечка в нашей хате такая, постелки все белорусские, сделаны ручную работу. Детки у гульни белорусские гуляли, просматривались и до дома доведались о крайней области. Проводятся занятки по развитию маулення. Так само, расширением педагогичного совета коллектива вызначен один и день, гаточать вер, коли дети и супрацовники размовляют на белорусской мове. Як отримуется, а мы вельми-вельми думаем, что у нас к концу года будет добра. Детям гаточа вельми подобается. Вельми текают их, чему наша Белоруссия не вокая, чему называют ее краиной под белыми крылами. Педагоги кажут, чим ранее малые начинают вылучать муру, тем лучше приходить разумение, что она уродна. Кристина Гранкевич, Виталий Каляксинько, Наймедович.